Здравствуйте, клиника Ната Дент, и сегодня я с моим лохматым зубастым помощником расскажу вам про то, как меняются молочные зубы на постоянные. Начнем с того, какие же зубы меняются самыми первыми. Первыми меняются те зубы, которые самыми первыми и прорезываются, то есть это нижние центральные резцы, они расположены здесь впереди. У нас резцы есть центральные, которые находятся прямо посерединке, и их соседи, боковые резцы. Вот самыми первыми обычно меняются центральные резцы, где-то в возрасте в среднем 6-7 лет, но бывает, что это может начаться и в 5, а может это начаться и в 8, и это все тоже считается нормально. После них меняются верхние центральные резцы, то есть те зубы, которые находятся посередине. Затем меняются боковые резцы внизу и боковые резцы наверху. То есть обычно к возрасту где-то восьми лет, то есть это в среднем второй класс школы, уже у ребенка успевает поменяться наверху четыре зуба и внизу. И на их месте уже обычно к этому времени, к восьми-девяти годам, прорезываются постоянные резцы. Параллельно с этим прорезаются постоянные маляры первые. Это такие большие крупные зубы с пятью буграми. Они начинают прорезаться вдалеке, за последними молочными. Происходит этот процесс не очень быстро. Обычно он занимает от двух-трех месяцев, иногда до полугода. Вот этот большой зуб, он сначала покрыт десной, потом потихонечку десна с него сползает. Появляется затем вот этот большой красивый зуб. Об этих зубах нужно обязательно заботиться, очень тщательно-тщательно их чистить. Шестые это уже постоянно, они уже меняться не будут. Их прорезание чаще всего не вызывает каких-то там болезненных, неприятных ощущений. Происходит незаметно. И часто о том, что эти зубы прорезались, нашим юным пациентам мы говорим сами. То есть мы стоматологи, потому что многие из них и их родители часто не подозревают о том, что там еще где-то прорезались какие-то постоянные зубы. Потому что ничего же не выпадало, откуда же они там взялись. Но, как мы знаем, молочных зубов у нас 20, а постоянных 32. Поэтому даже если выпадут все молочные, постоянных все равно больше. Затем, как правило, наступает небольшой перерыв. То есть где-то там год или два никакие зубы не выпадают. То есть прорезаются те, которые начали уже прорезываться, и такая небольшая пауза. Потом начинается снова следующий этап. Меняются уже следующие за резцами зубы. То есть клыки, четвертый и пятый. Мы считаем от серединки, от средней линии. То есть если провести вот так вот относительно носа, такую прямую, от нее мы считаем первый зуб, второй. Они уже у нас поменялись раньше. Вот как раз вот в возрасте 10 лет, иногда 9, начинают меняться клыки, четверки и пятерки. Четверки и пятерки – это так называемые молочные маляры, жевательные зубы. Ну и также вот с этой стороны, да, клыки, четверки, пятерки. И точно так же наверху. И заканчивается их смена только к 12-13 годам. То есть это достаточно долгий процесс. Не всегда это происходит симметрично, да, что выпал с правой стороны и слева. Иногда могут выпасть два зуба с одной стороны, а с другой стороны вообще никакие не выпасть. Это тоже нормально. И сроки, в какие это все происходит, они тоже очень варьируют. То есть они все разные, очень индивидуальны. Поэтому сильно привязываться к этим срокам не стоит. Нет, обычно мы ориентируемся на такой конечный срок, когда эти зубы должны уже поменяться все. Это происходит обычно, как я сказала, к 12-13 годам. А в какой последовательности они выпадали, вырастали, для нас на самом деле не так важно. Ну, врач, по крайней мере, на приеме однозначно сможет определить, чем отличается молочный зуб от постоянного. Постоянный зуб – это или молочный, менялся он или это еще старый зуб. Поэтому если у вас вдруг возникают какие-то сомнения в этом вопросе, то помимо зеркала вам еще поможет и ваш врач-стоматолог, который однозначно сможет на этот вопрос ответить. Бывают, конечно, ситуации, когда даже врач затрудняется ответить, что же происходит. Тогда нам здесь в помощь рентгеновский снимок, на котором однозначно будет видно, все ли зубы поменялись, какие из них молочные, какие постоянные. Потому что бывают истории, когда зуб может быть постоянный, расположен как-то аномально в челюсти, как-то неровно или даже горизонтально. И это может помешать ему прорезаться. Вот как раз на рентгеновском снимке это все будет прекрасно видно и все вопросы проясняются. Субтитры подогнал «Симон»